Святая святых Самарского университета, музей авиации и космонавтики. Сегодня здесь на экскурсии делегация из Шри-Ланки. Иностранным гостям показывают, из чего состоят ракетные двигатели, рассказывают, почему Самара носит почетное звание космической столицы России. Министр науки и технологий Шри-Ланки и сотрудники института имени Артура Кларка приехали в университет в рамках межправительственного визита. Страна только встает на путь развития космической отрасли и перенимать опыт будет у россиян. Первым шагом стало подписание соглашения о сотрудничестве. Мир меняется очень быстро, и технологии тоже. И получается, что маленькие страны, как наша, остаются позади. Благодаря сотрудничеству с Россией, лидером в космической отрасли и Самарским университетом, у нас появится возможность обзавестись большим опытом и тоже встать на путь развития космических технологий. Самарский университет теперь будет обучать студентов из Шри-Ланки заниматься повышением квалификации преподавателей и научных сотрудников из Института современных технологий имени Артура Кларка, а также совместно с ланкийцами разрабатывать малые космические аппараты. Все, в чем проявится интерес у страны Шри-Ланки, мы готовы будем использовать для того, чтобы наращивать совместное сотрудничество по подготовке кадров, по проведению исследовательских работ и по созданию среды, международной среды дружбы, сотрудничества и взаимодействия, особенно для нашего будущего, для нашей молодежи. Чтобы показать, в каких условиях будут обучаться студенты из Шри-Ланки, гостям проводят экскурсию по кафедрам и лабораториям Самарского университета. Первые ланкийцы сядут за парты уже в сентябре, а в начале апреля в университете готовятся встретить 17 сотрудников института имени Артура Кларка. Они приедут в Самару на стажировку. Алина Чемери с Артем Сулайманом. События.